Мы постоянно успокаиваем себя. Вот пройдет еще чуть-чуть времени, и все станет хорошо. Закончим вуз, и все наладится. Проработаем три года, и все устаканится. А когда родятся дети, мы начинаем ограничивать себя из-за них. То они маленькие, то с детьми нельзя туда, куда мы хотим, и так далее. Потом, когда дети подрастут, нас выводит из себя их поведение. Их поведение, их мировоззрение. Хотя мы, возможно, еще хуже, чем они были в их возрасте. Потом мы сами выстраиваем себе точки отсчета от различных событий. Начну после отпуска, после Нового года, после зимы и так далее. А между тем, жизнь проходит. День за днем, год за годом. И когда понимаешь, что многое упущено, Рубикон уже пройден. Я это к тому, что нам всегда нужны трудности разного характера, чтобы оттолкнуться от них. На самом деле, все намного проще. Помните слова из песни? Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Поэтому жить нужно настоящее, не озираясь на прошлое и не заглядывая далеко в будущее. Все должно быть в пределах разума. Все мы понимаем, что обстановка в стране, грубо говоря, очень мутная и нестабильная. С экранов нам вещают откровенное вранье. Вот смотрите. Если вы когда-нибудь находились в гуще каких-то событий или хотя бы рядом и были в курсе реально происходящего, вас наверняка удивляло, как освещали средства массовой информации эти события. С экранов телевизоров или в газет. Напишите, кстати, в комментариях, если вы сталкивались с таким. Это я все к тому, что в современном мире из-за гигантского потока информации, который льется буквально из каждого утюга, мы постоянно находимся в стрессе из-за этого. Рубль падает, бензин дрожает, война в Сирии, на Донбассе, лошадь идет на выборы президента и так далее. И если серьезно все это пропускать через себя, то можно тронуться умом. Научитесь различать, что действительно важно в этой жизни для вас. Бернард Шоу сказал как-то. Люди всегда сваливают вину на силу обстоятельств. Я не верю в силу обстоятельств. В этом мире добивается успеха только тот, кто ищет нужных ему условий. И если не находит, создает их сам. Поэтому не ждите, когда закончите вуз. Похудеете на 10 килограмм. Женитесь, разведетесь. Хватит ждать. Ждать, когда придет новый президент и все станет хорошо. И уж тем более не ждите пенсии. Не ждите пятничного вечера, утра понедельника, весны, осени, лета. Просто живите настоящим. Дорожите близкими людьми и делайте свое дело. Минуты счастья драгоценны. Это не конечный пункт путешествия, а само путешествие. Работайте не только ради денег. Любите не в ожидании расставаний. Танцуйте, не обращая внимания на взгляды. Габриэль Гарсье Маркес. Хотите небольшой тест? Две минуты вашего времени, и вы многое поймете. Назовите пять последних мисс вселенной. Назовите пять богатейших бизнесменов на планете. Назовите десять нобелевских лауреатов. Назовите пять обладателей Оскаров на последней церемонии вручения. Ну и? Вам не важно. Вам по барабану, кто все эти люди. Вчерашних победителей быстро забывают. Награды плесневеют на полках, и вчерашние триумфаторы уходят в забвение. А теперь подумайте серьезно и будьте честны перед собой. Назовите трех преподавателей, которых вы уважали и которые вам многое дали. Назовите трех ваших друзей, которые были преданы вам. Вспомните трех своих знакомых, которые давали вам понять, что вы особенные. Назовите трех близких людей, с которыми вы часто проводите свое свободное время. Отдыхаете, ездите на рыбалку и так далее. Ну и как теперь? Люди, которые что-то значат в вашей жизни, не всегда красивы, богаты, умны и успешны. Зато эти люди были знаковыми в вашей жизни. Они были с вами в разные времена. И сложные, и радостные. Эти люди приятны и дороги вам. Небольшое отступление, такая лирическая история. В начале 90-х на Паралимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, по другим источникам это было в 92-м году в Сиэтле, 9 спортсменов, коллеги и инвалиды, встали на 100-метровую беговую дорожку. При стартовом выстреле началось соревнование. Не все бежали, но все желали прийти первыми и выиграть. Один мальчишка упал на асфальт и заплакал. Остальные 8, услышав плач, замедлили бег и оглянулись назад. Они остановились и побежали обратно. Одна девочка с синдромом Дауна остановилась и притянула ему руку. И все 9 обнялись и двинулись вновь к линии финиша. Все зрители на стадионе встали и зааплодировали. И до сих пор рассказывают эту историю. Почему? Потому что в душе мы знаем самое важное в жизни не выиграть для самих себя. Самое важное помочь другим выиграть. Даже если необходимо для этого остановиться и поменять направление. Берегите близких вам людей. Помогайте им. И они отплатят вам тем же. Поделитесь этим видео с близким человеком. На этом все. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии и читайте комментарии. Там иногда умные люди пишут умные вещи. Всем добра.